всем привет мы решили заказать алиэкспресс деревянную модель для сборки кораблик harvey 1847 года масштаб 1 к 130 это первая у нас модель пробная посмотрим понравится или нет может будем дальше этим заниматься если понравится то приобретем более дорогую качественную и побольше модельку стоила она 800 рублей заказ у нас шел 10 дней это очень быстро коробка была достаточно плотная картонная упаковочка внутри все слава богу целая приехала хотя детали они особой прочностью не отличаются но есть такая вот инструкция на китайском языке в принципе здесь все понятно потому что она достаточно такая простая символами все понятно все поэтапно расписано единственное что в процессе сборки у нас обнаружились две детали которые есть на деревянных планшетках но которых нету в инструкции возможно кто-то знает я наверное в комментариях к видео напишу какие именно это детали планшетки деревянные достаточно тонкие то есть при сборке вообще очень нужно быть осторожными также когда вынимаете детали самой планшетки здесь у нас они так понимаю лазером разрезаны но не до конца как там где-то может нужно будет подрезать но принципе достаточно легко вынимаются они вот есть также для обшивки корпуса детали они выполнены еще из более тонкого материала я не знаю это не фанера и не знаю честно говоря как они называются шпон не шпон вот так вот у нас выглядит сам комплект в комплекте есть еще материал для изготовления паруса ну как я поняла из отзывов его скорее всего не хватит но посмотрим еще до этого дела не дошли также есть в комплекте набор не так черных ну соответственно там их кот наплакал соответственно нужно будет еще и докупать вот такой бюджетный вариант для первого для первого моделирования для первой постройки постарались более-менее поэтапно выложить хотели видео снять но не очень это удобно снимать так как работа такая скрупулезно нужно быть внимательным и аккуратным вот более-менее из того что у нас сейчас получается на данный момент это я так понимаю кель на келе вот эти вот штучки какие-то тоже я не знаю как называется в принципе мы этим ни разу не занимались поэтому как бы моделирование полный ноль ну вообще это очень интересно увлекательно интересно будет что получится в итоге вот это у нас палуба сама палуба кстати выполнена тоже из такого же тонкого материала как материал для обшивки корпуса вот не знаю если честно почему именно так сделали кто-то еще их пробовал мочить и сверху проглаживать утюгом соответственно это все идет потом волнами выгибается так что так не делайте с палубой если она у вас только изначально не кривая здесь тоже дуги приклеены сверху уже по краям и еще они одни есть комплекте но мы их пока не клеили потому что сначала хотим сделать обшивку корпуса потом уже ими заняться это основание как это называется стоечка на которую можно будет поставить кораблик сейчас ее сделали чтобы удобно было работать с ним вот это вот тоже не знаю как называется это наверно выше ватер линии какие-то какая-то палуба с окошечками для опушек просто вырезано окошечки то есть там не стекла ничего такого нет ну плюс так как это у нас первая модель у нас инструментов толком никаких нет приходится использовать подручные материалы пока инструменты мы еще не заказывали канцелярские резинки для того чтобы держалась это все клей кстати мы используем пва потому что суперклеем дело особо не пошло спала можно что-то впоследствии исправить подправить пододвинуть а суперклеем таких вариантов как бы нет уже начали заниматься обшивка корпуса тоже обшивка корпуса у всех и так видела делается по-разному делает начали с келя и нужно было делать симметрично вторую сторону но решили нам удобнее по крайней мере делать именно с одной стороны пока что и делаем без всяких там вот именно с келя идем они не с келя из ватерлинии то есть не к центру но по направлению друг другу а вот так вот все сплошным рядом чтобы не делать вот эти треугольные как у многих есть вставки по краям все равно конечно приходится подпиливать на помощь приходит наждачная бумага чтобы состыковать это все казалось бы обшивка дело такое самое сложное в этом корабле это это я так думала на самом деле там дальше еще хуже там пойдут вот эти вот мачты и веревку надо каната эти плести как это плести вообще не знаю честно говоря где мы это смотреть будем обшивку делаем легко кто-то смачивает детали и потом проглаживает это все утюгом принципе делаем так без утюга справляемся мы справляется по крайней мере к приклеивает так вот единственное что он проглаживал это вот с окошечками для пушек вот эту вот штучку загибал ее чтобы она такая круглая форма была по форме корабля вот ну здесь поэтапно у нас обшивка идет корпуса тоже потом все делают разный цвет кто-то делает как настоящий харви был и так понимаю что он был внизу или темно-синий или черный сверху белый кто-то делает под дерево то есть но здесь уже кто на что гораст у кого насколько фантазии хватает мы пока еще не знаю не определились пока обшивку заканчиваем и плюс еще в этой модели идут деревянные пушки все кстати очень маленькая пушки я не знаю размер подушечка мизинчика наверно вот он весь размер этой пушки отдельно продаются пушки латунные на алиэкспрессе они по цене корабля то есть где-то около 700 рублей есть еще там какие-то гвоздики тоже не знаю как шпингалитики какие-то для канатов как они называются тоже есть латунные есть якоря тоже латунные металлические какие-то такие то есть не деревянные в комплекте все это сплошняком идет дерево но мы договорились что посмотрим как у нас хватит терпения закончится обшивка корпуса и потом уже будем смотреть может будем заказывать пушки латунные может быть нет на что он на тот момент фантазии уже хватит но таким образом идет клейка обклейка обшивка корпуса самого ну честно говоря я не знаю как правильно искали очень много информации есть тем более что это вообще дешевая модель корабля которые корабли не идут подороже у них две обшивки то есть сначала идет черновая обшивка сверху уже шпоном чистовая обшивка а здесь обшивка предоставлена только одна чистовая сразу то есть там что получится у кого не получается я думаю можно потом будет поклевать это все этим затереть в общем все выровнять и покрасить у нас пока на мой взгляд что-то более так ровно получается сильных таких промежутков трещин отверстий нет посмотрим тоже как она дальше пойдет тяжело на самом деле все это стыковать детали очень хрупкие за все время уже было сломано две вот этих речки для обшивки еще что-то было сломано потом все склеено принципе во всю клеится и нормально потом вот так что с этими с деталями будьте достаточно аккуратны для обшивки думали что не хватит рейк на самом деле вот если вот как мы сейчас обшиваем таким образом загиб то есть загибанием или как это называется получается что хватает остается еще две рейки но у нас осталась последняя деталь мы в этой части я не выложу ни фото ни видео потому что не закончена там одна буквально речка осталась но она не будет из тех рее которые идут в комплекте она будет вот именно стоит панельки где эти рейки выложены то есть из того же материала потому что она отверстия там чуть-чуть буквально на миллиметр на два шире чем сама рейка идет и смысл ее одну выпиливать потому что второй вот этот миллиметр его не выпилишь ну точнее это не все не выпиливается муж их наждачной бумажкой так под это самое делает тоньше точнее меньше по высоте подгоняет по высоте по размеру еще приклеили там внутри под кормой по моему или под носовой частью там есть две детальки но они кстати в инструкции здесь просто фото у меня отдельно нет в инструкции они в китайской есть и в инструкции уже нету еще точнее разметки для паруса но есть она в описании товара на самом алиэкспрессе у многих продавцов то есть можно будет оттуда взять это у нас деталь кормы тоже по ходу решили ее приклеить принципе ее надо было по инструкции приклеить раньше но она как бы мешала сейчас ее приклеили потому что подходит обшивка как раз к тому месту и решили что она приклеили надо было потом уже сверху потому что мешаться будет сами рейки для обшивки в общем здесь такое дело что смотреть нужно уже по ходу движения по ходу строительства вот такие подручные у нас материалы канцелярские резинки идут вход прищепки вход идут канцелярский нож клей пва клеится это зубочисткой вот кто-то супер клеем с иголкой от шприца клеит ну кому как не знаю может супер клеем как-то не пришлось дело не понравилось наждачная бумага пинцеты пока но нужны будут потому что пушечки там вообще крошечные борт бочки гальюн это все наверх идет на палубу скоро может до этого момента дойдем но таким образом это примерно клеится как бы часть видео снимать не очень удобно потому что все нужно аккуратненько аккуратненько делать так вот зубочисткой клеем пва я так понимаю что он клеит по середине приклеивает а потом уже остальные части подгоняет по краям потому что по краям как раз середина она более-менее ровная дальше уже идут такие вот ломаные линии загибать приходится кто-то загибает тут проводит пальцами смоченными воде по самой рейке и потом утюгом проглаживают на не знаю там уже как-то так она нормально клеится вроде держится ну так вот вертикально ставятся речки вертикально они подгоняются под размер который необходим ну и вот в таком состоянии у нас сейчас выглядит парусник наш одной речки не хватает для обшивки корпуса вот она маленькая самая тоненькая и потом нам осталось сделать пока что еще обшивку другой стороны корпуса но это будет уже наверно другом видео на этом все всем спасибо за просмотр всем пока пока всем удачной стройке